Приветствую вас, друзья! На связи с вами Лек Антонов. Мы в художке завода Ирком. Мы делали здесь, или продолжаем, так сказать, штудировать, или экспериментальные, так сказать, варианты по глиняных штукатурках. Вот я уже вам показывал нашу глину, вот такая она огнеупорная. Сейчас попробую донести. Сейчас попробую развернуть. Покажу вам эту огнеупорную глину. Вот наша огнеупорная глина в мешках, и мы ее, так сказать, просеяли. Вот такая у нас сида, я уже показал, да, ребята сделали. Потому что фракция там серьезная. То есть она вообще предназначена для кладки, да, печной кладки, промышленных, так сказать, в печах. Выдерживает, пишут, что 1600 градусов выдерживает. Но мы ее, так сказать, может быть не по назначению, так сказать, используем. Так, мне кажется. Где-то что там пишут. Мы ее просеяли, затворили ее с клеевой эмульсией. Взяли обойный клей, не на воде, а на обойном клее. Чуть добавили капола. И получили вот такую очень приятную на ощупь даже модельную массу глиняную. И вот решил еще упражняться с траффетами. Вот как она себя будет вести с траффетиками. Потому что те траффеты, которые мы делали, ну или эти образцы, которые мы делали раньше, Раньше мы смешивали нашу, ну или, как сказать, глину саторского карьера смешивали со шпаклевками. Иркоманскими, стартовыми. Смешивали их с рельефной штукатурочкой, как мармаринчик. Смешивали их и с бризом. Ну, в общем, такие делали миксы. В этом случае я практически чистый, если не считать, что замешивали его на обойном клее. Ну, что такое обойный клей? Это тоже крахмал. Что там такого нет в нем? Ну, постороннего. И сейчас я подчищаю наш траффетик. Можно. То есть интересная история траффета. Я проявил все такой интерес у меня. Буквально. Ну, вот как начал с глиной штукатуркой здесь работать. Ну, и такие подходящие траффетики, да, луна, солнце такое. И мне очень понравилось. Так что в скором времени, так сказать, я постараюсь вам... Ну, сегодня уже заходил на производство, заказал я траффеты. Так что я думаю, в скором времени мы уже увидим, еще, так сказать, расширим, так сказать, горизонты по траффетикам. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. И вы увидите, как говорил Олег, еще очень много интересного. Вот такой он замечательный получился орнамент. так сказать, чем вас и поздравляю. Так. Забыл я включить свет. Так, попробую без... Ну, как... Без маляночки. Экстремальный траффет получится. Ну, она такая длинная... Такая довольно... Фактурка здесь приличная. Хотя вроде мы и сели, но мы не сели через... Не через сито, да, которое для муки, а сито. Там сито такая... Наверное, как металлическое, наверное, да, сито. Поэтому... Фактурка. Ну, такой, как травентинчик. Похож на травентин. Когда вот не сели, там вообще крупная получалась фракция. Там будет под кирпич, ее можно запускать. А уже чуть просеяли, вот она. Ну, такой, бармалинчик. Даже видите, обуви снять лишнее. Снимается с трафарета, поэтому... Вот. Так и оставлю ее. Экстремальный трафарет. Так. Как красотень получилось. Мы ее немножко смочили. Блин, вообще, я вижу, она была такая... Смоченная. Так. Так что не включать, стоит остановить далеко, да? Помните, да? Этот образец был такой, под кирпичик я делал. Ну что, скажу, что он замордовал. Я его... Как бы не было печально, это признавал. Но бывает, и я не могу во время остановиться. Хочется его сделать еще лучше, еще лучше. В конце концов, вон получается, что ты его просто... Ну, как я говорю, замордовал. Ну, вот сейчас попробуем его. Немножко. В другом. В другой технике. У нас даже не знаю, что здесь было в ведре. Без опознавательных знаков. Вот. 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 В общем, похоже на... По фракции, как... Как мармарин. Как рельефная штукатурочка. Немножко моё по их пройтись. Вот. Вроде как потом. Может, еще вытру его. Вот. Вот. Шпатри. Поэтому, чтобы, да, сделать такой... Ну, хотя ты вроде как и понимаешь, какие-то законы, колористики, гармонии цвета. Ну, бывает, что... Как я говорю, вовремя остановиться. То есть, остановился бы тогда и... Может быть, и не пришлось. Ну, а с другой стороны, нет худа без добра. Возможно, сейчас с этого образца будут рождаться еще какой-то один шедевр для родителей. Шедевр декоративного зодчества. Шедевр декоративного зодчества. Трудно сказать. Хороший шедевр. Как ожидаются шедевры. В общем, я-то не оставайтесь. То есть, не включайте, оставайтесь с нами. Может быть, я что-то и придумаю. Пока еще нет у меня каких-то сильных каких-то... Иди на мочу. Может быть, возьму еще светлого. Светленьким обыгранием. Хороший шедевр декоративный Возьму на вооружение еще маленькую кисточку, прогуляясь в лампинках. Делаю еще расшивочку. Не приучайте, ставьте с нами. Так, решил еще сюда добавить античную бронзу. Делаю вот такой. Как-то я не помню, тут немецкий такой есть камешек. Клинкер, как-то он такой, он обзывает его. В общем, под него. Аккуратненько. Так, чтобы я уже один раз его переборщил. Боюсь, чтобы еще не второй раз его не переборщил. Поэтому стараюсь очень аккуратненько таскать. Без фанатизма. Так, где-то. Можно и снять немножко. Но кирпичом же не может быть, связь таскается. Какой-то где-то больше, где-то меньше. Заморзанный. Может быть, даже и добавить. Где-то еще кисточкой сухой. Что-то не может быть, связь таскается. Что-то не может быть, связь таскается. так что вот так сейчас еще надо его состарить теперь беленький так что не причинствуйте с нами долюбуды ну вот ребята не знаю с какого раза но вроде бы как получилось то есть что мы сделали мы античной античной бронзой заполнили ну как назвать ну то что была кладка расшивка расширили вроде как пытался бронзу еще подтянуть но понял антично все таки взять нужно бронзу декоративную форму и все это обобщить вот она более такого красного оранжевого цвета вот так что теперь у нас получилось сниму ленточку и вы видите так сказать шедевр декоративного зодчества во всей красе усилия усилия мне кажется стоили так сказать игра стоила сеч переливается хотя он постарается передать россии так сказать красиво что делайте с нами делайте как мы делайте лучше у нас есть еще какие то образцы которые мы делали вечером наверное что это было в пятницу вечером которые мы не успели снять или вы что то скажете у меня уже сели батарейки вот мы делали с тусара по моему не тусара это по моему чара до луна то есть тот материал который полупрозрачный который я говорил как микро маленькие жемчужинки очень интересный материал мы делали небесная акварель а здесь я уже им делал крафарет фактурку так сильно не держит но мне было даже интересно как он себя будет вести как он высохнет так что вот так и здесь мы тоже делали несколько еще образцов нашей глиной то есть я уже показывал что она вживую она растрескивается вот то есть мы там по моему подсушивали ее ну такая примудительная сушка но не феном а ну что там такая обогреватель наверное вот получился такой вот фокус такого легкого крикелерчика так ну здесь у нас тоже винтинчик вот им же делали тоже сделал трафаретик здесь потом еще может быть подойду к нему что что тут еще было интересно может быть сейчас еще покажу попало вот здесь тоже интересно такое делали образец вы его видели еще добавили в него заварочки получился как окись окисельный вариант кислот кислотный как кислотный окислитель как краситель как их обзывают попробовали сымитировать что ли еще чисто так что ребята не переключайтесь оставайтесь с нами далее будем пока таки не удержался вернулся еще к этому образцу который мы делали под кирпич положил я трафарет вот и еще удовлетворение не получил попробую сейчас взял тусар то есть это наш мраморный перламутровый мармаринчик смешал с бронзой декоративной краской и сейчас еще раз пройдусь по трафаретику почему я решил еще раз таскать с тусаром ну тусар он уже сказал что мелкая мелкая фактурная штукатурочка перламутровая дает конечно потрясающий эффект с трафаретом тоже я думаю будет очень уместно ну и он такой хочу сделать чтобы он был многоцветный пострел что в живую глина тоже неплохо немножко он выбивался так сказать общего ритма цветового поэтому решил добавить еще заварки в виде перламутровой штукатурочки тусаровской может из-за того что образец такой яркий получился я его мордую какой день но надеюсь он от него будет стоить есть конечно такие образцы что есть которые сразу получаются а есть которые требуют к себе такого как я говорю повышенного внимания вот это получается один из таких образцов где к нему потребовал больше внимания чем я на то рассчитывал что ли тусар у нас есть в двух базах есть как я говорю платина такое белое золото вот и пырлынка его называли голд ну как вот ну и опять их можно коллировать не только универсальным красителем но и вот этими декоративными нашими красками яркомовскими и так сказать расширять гамму их то может быть будет бронза можно будет с них делать и медь да и золото то есть очень интересно так сказать можно варианты обыгрывать поэтому как я говорю профессионалы рекомендуют и лучше иркома только новые материалы иркома поэтому не переключайте оставайтесь с нами далее буду это а покажу и погонные 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 километры сегодня у нас очень исторический момент исторический в чем вы уже наблюдаете что у меня в руках не просто что-либо какой-то какой-то инструмент а обыкновенная галька морская но только очень хитрая в которой одна сторона должна быть идеально такой ровненькой вот то есть площадочка такая ровная ровная и вот этой ровной площадочкой мы сегодня пытаемся вам донести эффект полировочки рельефных штукатурок может быть мы пробовали здесь уже несколько образцов назад и венецианку пробовали и воски пробовали и все как себя ведет вот эта штука в пользу отличия точнее от вот этого от вот этого если так посмотреть на эти два инструмента уже явное отличие тут площадь полировки вот такая а здесь вот такая если этим возюкать по плоскости мы задеваем только самые верха то если камушком то мы задеваем практически любую поверхность маленькую и выполировываем практически все горбики которые нас интересуют поэтому вот в чем историчность момента что оказывается камушком но это не наша идея мы подсмотрели как бы ее тоже у старых мастеров да которые полировали именно ну не было шпателей вот таких хойкасовских у людей ну где они взяли бы такую полирован вон каленая сталь нержавейка да еще и с деревянной такой ручкой да еще и пластмассовая такая берут камушки и вперед полировать причем получалось так что до сих пор стоит и и но самый эффект полировки а воск анима да уже вот это им брать хорошо то есть берем материал уже подсох у нас да ну вот глину можешь показать ну вот тут покажи вот эту глину допустим покажи что она в сухом виде представляет затворенная ну обычный порошок сеянный где-то зерно приблизительно 0,5 да возьми в жменьку так продемонстрируй в жменьке и берем эту глину растворили затворили водой нанесли слой прочертили покрыли пленкой прочертили кирпичи и дали ему высохнуть и дальше сейчас занимаемся так покрываем немножко воском таким вот таким воском если видно да а вот это мы уже сделали красоту уже заполированная немножко наклони вот так да но видно и блеск там видно полированный все видно да то есть такие небесные у нас чудеса что мы имеем вдохновляет и вот так покрываем воском и этот воск приполировываем ну можно с водичкой и но мы почему подмачивать надо потому что бывает сильно высыхает материал и тогда уже сильно получается корявое а так да на полу подсыхание обычно это все делается но так как у нас постел он больше под сушкой пересох быстро то мы приходится нам такую два зайца убиваем вот этим движением мы и покрываем заодно и подмачиваем поэтому дорогие товарищи наши коллеги друзья так сказать оставайтесь с нами используйте инструменты не совсем как говорится классические все что у нас под рукой используй то что под рукой и не ищи себе другого как говорил знаменитый товарищ из мультиков и будет вам счастье так что не в шпателе дела а в голове оказывается что можно применить поэтому залишайтесь с нами робить как мы робить краще нас все до новых встреч ну в общем дорогие друзья вот мы сейчас заканчиваем этот образец первую серию мы там рассказывали что мы использовали вот такой вот камушек для заполировки сейчас мы просто покрываем его что ты взял для покрытия ну это типа аналог чего там у нас шелки шелка да аналог шелка и воск да а ну и декоративная краска типа бронзы и немножечко так все это в перемешечку и покрываем просто таким типа резиновым ну как шпателек такой снимаем верхушки накрывали кисточкой чтоб забить все ямки а сейчас снимаем сверху сверху ну такой беш получился да а сейчас снимаем просто ямочки вернее верхушки и все и вот и вот это у нас получается такой эффект простоты и совершенства так что оставайтесь с нами на нашем канале вас ждет еще очень много интересного далее буду да я